МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Сергей Тарачанов. И вначале коротко о главных темах последних 7 дней. День победы отметили в Люберцах. Люберецкие школьники провели патриотическую акцию. Торжественный митинг прошел в гимназии номер 16. В Люберецком дворце культуры состоялись публичные слушания по проекту устава городского округа. Продолжается конкурс по выбору герба, флага и гимна городского округа Люберцы. В Кривеческом музее открылась выставка люберецких художников. В городском округе Люберцы прошло празднование 72-й годовщины победы. В течение дня прошел торжественный митинг, концерт, гуляни развернулись и в городских парках. А в акции «Бессмертный полк» приняли участие тысячи люберчан. На площадках празднования работали съемочные группы телеканала ЛРТ. Празднование Дня Победы началось на Центральной площади перед администрацией. Задолго до начала торжественного митинга трудовые коллективы и жители города занимали места перед сценой. Несмотря на совсем не майскую погоду, настроение у всех было весеннее. Настроение очень хорошее, праздничное. Мы всегда гордимся нашими дедами, прадедами. И сегодня очень хороший день. Почетные гости праздника – ветераны Великой Отечественной войны, друженики тыла, жители блокадного Ленинграда и дети войны. Для них этот день особенный. Радость в глазах и счастливые лица. Все как весной 45-го года. Радуюсь за молодежь, что они хотя бы приходят ищут, школьники. И все. Просто душа радуется. Многие люберчане пришли на праздничный митинг с портретами своих родственников, участников войны. В знак благодарности за мир на земле. В знак благодарности за Великую Победу, ценой которой стали их жизни. А мой прадедушка был в 383-й стрелковой дивизии. Он был рядовым. Он погиб за две недели до Победы, 20 апреля в Германии. А тем временем на площади уже выступали танцевальные коллективы. А на сцене слова поздравлений и благодарности за Победу прозвучали от руководства города и области. Я искренне всех поздравляю с Днём Победы. Здоровья, благополучия. Мира нам всем, нашим ветеранам долголетия. Тут же на сцене глава городского округа Люберца Владимир Ужицкий дал старт праздничного забега, посвященного 72-й годовщине со Дня Победы. «1418 дней длилась Великая Отечественная война. Именно такое расстояние предстоит пробежать каждому участнику забега Кубок Победы, который стартовал прямо сейчас». После официальной части участники митинга выстроились в колонны и в сопровождении военной техники прошагали по Октябрьскому проспекту к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Именно здесь по традиции состоялось возложение цветов к подножию памятника воину-освободителю. «Вспомним тех, кто бился с врагом на бронде, кто воевал в партизанских отрядах, кто странал в фашистских концлагерях». После того, как люберчане почтили память павших воинов, на пересечении улиц Кирова и Власова начали собираться участники акции «Бессмертный полк». В городском округе Люберцы массовое шествие с портретами героев войны проходит уже третий раз. С каждым годом желающих присоединиться к этому знаковому мероприятию становится все больше и больше. Этот день они приближали как могли. Сегодня героев Великой Отечественной войны можно увидеть не только на портретах, которые несут в руках люберчане, но и вживую. Массовое шествие «Бессмертный полк» возглавляет ветераны Великой Отечественной войны. Невероятное чувство такое, что действительно мы дожили до этого дня, когда победа нам возвращает наше будущее. В этот день люберчане не скрывали слез. Действительно, история каждого, кто изображен на портретах, по-своему интересна и трогательна. Мои мама и папа. Это моя дочка, соответственно, это и бабушка, и дедушка, которые вырастили ее. Замечательные люди. Они вместе прошли войну и поженились 31 мая 1945 года. Прожили больше 60 лет. Вот сейчас правнучка несет этот плакат с гордостью. Многочисленная колонна наследников Победы прошла по улице Кирова. Финальной точкой массового шествия стала площадь перед зданием администрации. Здесь все это время проходил праздничный концерт. Творческие коллективы радовали местных жителей своими выступлениями на протяжении всего дня. А завершился он традиционным победным салютом, который прогремел на семи площадках городского округа Люберцы. Луиза Иги Азарян, Анна Троян, Мария Лапычева, Дмитрий Шарапов, Никита Скраган и Дмитрий Родянко. Телеканал ЛРТ. Песни военных лет в исполнении школьников звучали в честь праздника Победы на улице воинов-интернационалистов. Помимо этого, волонтеры раздавали всем желающим георгиевские ленточки. Улыбки, горящие глаза, белые банты и пилотки. На площади у вертолета учащиеся и педагоги 25-й школы организовали настоящий праздничный концерт. Я считаю, что это долг, наш долг, верит ветеран Великой Отечественной войны, чтить память погибших героев Великой Отечественной войны. Он дедушка, герой, он защищал страну, и спинь, но нож ворой, я уж помню ту войну. В акции приняли участие все, без исключения классы школы. Песни для выступления выбирали классные руководители вместе с родителями. Третий год мы проводим эту акцию именно у вертолета, где каждый класс готовит песню и возлагает цветы. Красные, белые, желтые гвоздики – как символы Великой Победы. Что значит этот праздник, знает каждый люберчанин, даже самый маленький. Это когда наши прадеды и прадедушки победили фашистов. Этой победе участники акции посвятили свои выступления, каждая из которых была по-своему ярким, эмоциональным и запоминающимся. Мария Лапочева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В гимназии номер 16 прошел торжественный митинг в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Дети вышли во двор своей школы с фотографиями прадедов, принимавших участие в боевых действиях. На мероприятие школьники пригласили ветеранов. «Вы нам счастье подарили, мир и небо голубое, перед вами мы застылись со склоненной головой». Неподдельная наивная гордость первоклашек. Гимн России – минута молчания. В память о тех 17 тысячах люберчан, которые не вернулись с фронта. В руках у каждого школьника фотография своего личного героя. Прадедушки или его брата, сражавшегося в той далекой для них войне. «Миллионы сгорели в пекле боёв, умерли от ран в госпиталях. Всё меньше и меньше остаётся среди нас тех, кто, не жалея сил и самой жизни, отстоял на полях сражений и в тылу». Принять участие в торжественном митинге в честь 72-й годовщины Великой Победы над фашизмом. Вместе со школьниками пришли ветераны. «Сделайте Россию ещё сильнее, ещё крепче. Желаю вам хорошей учёбы. Дорожите учёбой». «Дорожите своими близкими и сохраните мир» – такой завет ветераны оставили школьникам. В знак несогласия со всеми войнами в мире ребята исполнили танец дружбы народов. «Сразу после торжественного митинга в гимназии номер 16 состоялся финал фестиваля «Военная песня». На сцене прозвучали известные композиции военных лет в лучшем исполнении школьников. В завершении мероприятия ветераны выбрали победителей. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Телеканал ЛРТ. В честь Дня Победы для юльберецких ветеранов устроили экскурсию на российско-итальянское предприятие по производству сыров. Оно располагается в Октябрьском. Ветеранам подробно показали процесс приготовления сыров, ну а сами они с удовольствием поделились историями боевой славы. Необычную экскурсию для ветеранов подготовил юльберецкий предприниматель совместно с администрацией округа. В честь Дня Победы героям войны устроили путешествие на настоящую итальянскую сыроварню, где раскрыли секреты производства молочного продукта. Управили декустацию мягких сыров. С инициативой вышел предприниматель, который открыл сыроварню. Эта идея нам показалась очень интересной, потому что помимо того, что показать ветеранам, как делается хороший продукт, было желание пообщаться. Директор молочной фермы рассказал старшему поколению, как родилась идея создать итальянское производство сыра в городском округе Люберцы, какие ингредиенты входят в состав продукта, насколько это трудоемкая работа. Трудности, есть всякие нюансы. Производство тяжелое, любое производство тяжелое. Но мы стараемся. Сейчас вы попробуете, мы вас угостим, соответственно. Сыровары не отрываясь от производства, гостеприимно и весело встретили героев. Конечно, что нас посетили ветеранам, что мы удостоены этой чести, что они не прошли мимо. После экскурсии ребята из соседних школ в свой выходной накрыли стол для победителей. За чаепитием гости делились впечатлениями и вспоминали, как совсем еще юными мальчиками и девочками отважно пошли защищать родину. Вот молодежь сидит, смотрит на нас и думает, какие же они уже древние, да? А в 41-м году, когда началась война, нам было столько же, сколько вам сегодня. В завершении встречи ветеранам подарили символичные букеты красных гвоздик. Извежие сыры для праздничного стола. Приготовленные специально для героев Великой Победы. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. 9 мая закончилось, а отличное настроение осталось. В Совете ветеранов прошла праздничная встреча, посвященная Дню Победы. Мы выпьем все и все съедим, уйдем лишь на заре. Вот так задорно и весело люберецкие ветераны встретили утро после праздника Победы. На торжественном собрании успели и песни попеть, и анекдоты рассказать, и подарки, и поздравления получить. Дорогие наши ветераны, руководство банка от всей души поздравляет вас с Днем Победы. Желает вам самое главное здоровья и долгих лет жизни. Встречу ветеранов посетили и представители Совета депутатов после поздравлений и вручения сладких сувениров. Сразу приступили к обсуждению насущных вопросов. Чиновники слушали внимательно, как подчеркнул Сергей Беляев, работа с населением и общественными организациями – одно из главных направлений деятельности депутатского корпуса. Если какая-то есть проблема, если какой-то есть вопрос, через председателя, сразу на депутата, и мы как бы вместе тему решаем. Депутат также добавил, что в каждом из восьми избирательных округов планируется создать две-три приемных для решения проблем населения. По итогам встречи решено было письменно систематизировать все вопросы для их дальнейшего регулирования. Мария Лапочева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Очередной праздник для ветеранов состоялся в Люберцах. Воспитанники Дворца детского и юношеского творчества провели концерт, посвященный Дню Победы. На мероприятие пригласили и нашу съемочную группу. Как и любое мероприятие, посвященное этому празднику, концерт включил в себя и радостные и печальные номера. Молодые артисты в своих выступлениях рассказали не только о великой победе над фашистской Германией, но и о том, какой ценой она досталась Советскому Союзу. В память погибших в Великой Отечественной войне участники мероприятия почтили минутой молчания. На концерт пригласили очевидцев событий Великой Отечественной войны и ветеранов. Для них в этот день прозвучали знаменитые песни военных лет. А представители театральных коллективов сыграли спектакль из отрывка поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин». С напутственными словами и пожеланиями к ребятам обратился ветеран Великой Отечественной войны Владимир Сгибнев. Но везение, ребята, никогда не бывает без большого труда. Поэтому у меня будет большое от нас к вам пожелание, чтобы вы трудились и знали свою цель. Здоровья вам всем, благополучия, чистого неба. И пусть ваша жизнь радует нас. Праздник, посвященный 9 мая, завершился исполнением воспитанниками Дворца детского и юношеского творчества песни «Вальс Победы». Пусть закружится, закружится у нас, этот вальс, этот праздничный вальс. Пусть до солнца блестит седина, на груди пусть горят ордена. Пусть звучит этот вальс над земной. Луиза Игазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Учащийся Томилинской школы номер 17 стал лауреатом всероссийского конкурса «Моя родословная». Представив на суд жюри проект о родственниках, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. На поиск и подготовку материала он потратил больше полугода. За этот период ему удалось восстановить генеалогическое древо семьи. Иван узнал, что его прабабушка, два прадедушки и дедушка ушли на фронт, где защищали родину от фашизма. Несколько лет назад Людмила Ивановна с огорчением узнала, что ее 11-летний внук Ваня стал негативно относиться к своей фамилии и говорить о желании ее поменять. Причину такого поведения она не стала искать в переходном возрасте. Просто поняла, что Иван на самом деле ничего толком и не знает о своих предках, поэтому фамилия ему и не близка. Не состоялась бы такая серьезная генеалогическая работа, если бы не желание примирить внука со своей семейной историей. И поэтому я решила сделать этот альбом. Наглядный альбом. Мы начали собирать сведения, потому что все, кто мог что-то рассказать, их уже больше нет, к сожалению. Из всех осталась только моя мама. Маме на тот момент было 87 лет. Над альбомом памяти работали полгода Людмила Ивановна, ее мама Нинель Александровна и Ваня. Нинель Александровна вспоминала, Людмила Ивановна все записывала, а Ваня искал фото. Масштабность работы они оценили только когда уже оформляли альбом. Вместе они проследили судьбу своих предков на протяжении пяти поколений. И Ваня узнал, что больше пяти его родных в годы Великой Отечественной войны ушли служить на фронт. Поскольку моя мама участвовала в Великой Отечественной войне, ее брат, моя бабушка, бабушкины братья, Ванечкин дед. И мы все это решили собрать, чтобы ребенок и видел, что ему нельзя стыдиться, ему надо гордиться. Для семьи Людмилы Ивановны 9 мая праздник особенно важный. И она всегда хотела, чтобы ее внук относился к этому дню с особым трепетом. Когда я росла, конечно, мы 9 мая, мы все собирались у бабушки в Одессе. На тот момент мне было лет пять-шесть. И вот мы все бегали в внуки. Вы знаете, это был самый главный праздник в нашей семье. Прабабушка по материнской линии Лидия Казимировна Зелинская, у которой традиционно встречали 9 мая, была военным врачом и свою жизнь посвятила спасению людей. Наша бабушка, она была начальником санпоезда, она прошла всю войну, она была контушена. И она спасла столько людей, и вот когда случилось, что она умерла, оказалось, что у нее даже не было карточки в поликлинике. То есть она сама никогда не лечилась, она только лечила людей, понимаете? Потому что она всегда говорила, кто, если не я. И вот они все, и бабушкины братья, абсолютно все, они считали, что кто, если не они. В 13 лет сбежал на фронт и сын Лидии Казимировны, дедушка Вани. Его звали Роберт Возняк, но опасаясь, что его немецкое имя воспримут враждебно, назвался Леонидом. И даже Ваня сейчас его зовет дядя Леня. Он сбежал, был сыном полка, служил в разведке. И к концу войны он стал командиром разведроты. В 17 лет на фронт медсестрой ушла бабушка Ивана Нинель, старшая сестра дяди Лени. После победы в 45-м году она была направлена в Чечню, там трудилась медработником. Прадед Алексей Позычайло стал в годы войны командиром партизанского отряда. Ему тоже удалось дожить до победной весны. Еще один прадедушка Вани, Макаров Валентин, был летчиком-испытателем и дошел до Берлина. После окончания летного училища был летчиком-испытателем. Во время войны летал на истребителе, дошел до Берлина, после войны был отправлен в Австрию. Ваня бережно переворачивает листы альбома и читает нам вслух. Он мог бы и не смотреть на текст, но переживает, что может что-то упустить. Эта работа перевернула его мир и отношение не только к фамилии, но и к самому себе. Вместе с бабушкой он съездил в Одессу и посмотрел на нее уже другими глазами. Ну, очень красивый город с большой историей. Ну, ты там ощущал, что ты дома? Да. Эта научная работа стала лауреатом всероссийского конкурса «Моя родословная» в номинации за художественную выразительность раскрытия исторической темы. И таким достижением гордится и Томилинская 17-я школа, и бабушка, и сам Ваня. Но больше всего он радуется не наградам, а тому, что познакомился ближе с историей своей семьи. Ваня мечтает стать хирургом-кардиологом и тоже, как его фронтовые родственники, спасать жизни. В Люберецком дворце культуры состоялись публичные слушания по проекту устава городского округа. Напомним, решение о назначении публичных слушаний было принято на первом заседании Совета депутатов. Они являются одним из этапов формирования городского округа Люберце. На собрании были заслушаны доклады депутатов Московской областной думы и городского совета представителей администрации, члены избирательной комиссии Подмосковья. К нам в аппарат Совета депутатов поступили ряд предложений по изменению в устав, какие-то предложения тоже рассматриваем. Сегодня проект готов, проект выносится на публичные слушания для всеобщего обсуждения. Депутат Московской областной думы Игорь Каханный отметил, что данный проект соответствует всем нормативным актам Российской Федерации и Московской области. Исходя из оптимизации структуры управления, мы экономим очень много средств, которые можно опустить на социальные нужды, на нужды жилищно-коммунального хозяйства и так дальше. Присутствующим на слушании напомнили, какие населенные пункты входят в состав городского округа. Город Люберцы, дачный поселок Красково, рабочие поселки Малаховка, Октябрьский, Томилино, поселки Баластный карьер, Егорово, Жилино-1, Жилино-2, Мирный, Чкалово, а также деревни Кирилловка, Лукьяновка, Марусино, Машково, Матяково, Пехорко. Также в состав городского округа Люберцы входят деревни Сосновка, Токарёво, Торбеево, Хлыстово, Часовня. Жители задали вопросы, как будет отчитываться глава округа за проделанную работу. Как вот здесь планируется по городскому округу Люберцы, как будет отчитываться по округам нашим, по поселениям, или мы будем собираться в Люберце здесь? Глава также будет проводить встречи с населением. У каждого в поселении, да? Конечно, да. Но не по месяцам, а у него график есть. А также личный приём глава обязан проводить. По результатам, публичные слушания признаны состоявшимися. В ближайшее время проект устава будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов городского округа Люберцы. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. На минувшей неделе глава городского округа Люберец Владимир Ружицкий посетил строящийся плавательный бассейн на улице Побратимов. Напомним, его строительство возобновили после продолжительной паузы. Планируется, что в течение месяца бассейн примет посетителей. 25 метров, 6 дорожек, уникальная система очистки, а главное – солёная морская вода. Новый бассейн в Люберцах готовится принять первых посетителей. Для любителей поплавать представители фитнес-клуба обещают самые комфортные условия. Конечно же, вода будет подогреваться. Это норма 28 градусов для большой чаши, для спортивного плавания. И норма 31-32 градуса для детей малой чаши бассейна. Проверить состояние и готовность не только бассейна, но и всего фитнес-клуба лично. Приехал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. После обстоятельной экскурсии увиденным остался доволен. Я оценил объект, получился добротным, красивым, просторным. Ничего подобного в Люберцах пока не было. Тренажерный зал с новейшим оборудованием. Залы для групповых занятий, бассейн, сауна, детский клуб, просторные раздевалки и душевые кабины, кафе. Все это станет доступно жителям Люберец совсем скоро. Фитнес-клуб на улице Побратимов сможет принять одновременно до 500 человек. Мария Лапочева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Продолжается конкурс по выбору герба, флага и гимна городского округа Люберцы. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Заявки и конкурсные материалы принимаются до 22 мая. Отбор самых лучших работ и содумок для герба флага и гимна городского округа Люберцы продолжает специально созданная комиссия. Уже рассмотрен ряд предложений по гербу. Особенно важно, чтобы этот символ был не просто красивым, но и нес в себе особый смысл. До 22 мая мы принимаем работы, принимаем участников в конкурсе. До 25-го у нас будут уже объявлены результаты конкурса. Мы открыты для всех жителей городского округа Люберцы. А если почитать конкурсную документацию, то принять участие может любой гражданин Российской Федерации. На сегодняшний день свои работы на конкурс уже прислали из нескольких учреждений культуры. Школьники и молодежь округа также подключились к выполнению творческих заданий. А вот гимн городского округа Люберцы комиссия приняла решение доработать. Это уже такая более авторская тема. Профессиональные композиторы, с гербом попроще. Мы надеемся, что по гербу, по флагу у нас будет работ больше, по гимну меньше, но они более профессиональные. Призываем всех, даже, знаете, интересно просто посмотреть, как наши жители просто видят новый герб округа. Напоминаем, что любой гражданин Российской Федерации может отправить свои работы на конкурс. Они принимаются до 22 мая по адресу Октябрьский проспект 190, кабинет 227. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. На минувшей неделе несовершеннолетний житель Латкарина пострадал в ДТП, управляя скутером. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям отказаться от покупки скутеров детям. А также призывают водителей мототранспорта соблюдать правила дорожного движения и пользоваться специальной защитной экипировкой. Раннее открытие мотосезона в этом году дало свои отрицательные результаты. На сегодняшний день уже зафиксировано 7 ДТП с участием мотоциклистов. Как отмечают сотрудники ГИБДД, в зоне особого риска находятся дети, которых допускают к управлению скутерами или мопедами. Родители, которые приобрели скутер, мопед своему ребёнку, они должны чётко понимать, что он не упасть с него, ему не получится. При каких обстоятельствах он упадёт – это вопрос времени и ситуации, и чем это падение закончится для него. Один из таких случаев произошёл недавно в соседнем городе Лыткарина. 14-летний мальчик сидел за рулём скутера. Не справившись с управлением, он совершил наезд на бордюрный камень, после чего наехал на опору уличного освещения. Сейчас несовершеннолетний водитель в тяжёлом состоянии находится в больнице. По словам Ильи Атаманова, управление скутером возможно только с 16 лет и при наличии водительских прав категории М. Появление любого ребёнка на скутере на проезжей части – это нарушение правил дорожного движения, что влечёт за собой первое – изъятие транспортного средства, привлечение его к административной ответственности, если ему 16 лет. Если ему нет 16 лет, то это подбор материалов и направление их в отдел по делам несовершеннолетних. Но самой серьёзной расплатой за незаконное управление транспортом могут стать жизнь или здоровье ребёнка. Поэтому сотрудники госавтоинспекции призывают родителей отказаться от покупки детских скутеров. Луизия Егязырян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Приближается всеми любимое время года – лето. Однако не стоит забывать, что именно во весенне-летний период риск возникновения пожаров особенно велик. О правилах безопасности на природе нам рассказал государственный инспектор Леберецкого района по пожарному надзору Сергей Зубков. В предстоящие летние месяцы необходимо быть особенно бдительным и заблюдать технику пожарной безопасности. Об этом напоминают государственные инспекторы по пожарному надзору. На определенных участках введён особый противопожарный режим, в том числе и органами местного самоуправления. Это своего рода режим повышенной готовности, повышенного внимания к обеспечению пожарной безопасности на территориях городских округов. С начала года сотрудники полиции, лесного хозяйства и административно-технического надзора провели ряд профилактических мероприятий. В ходе них административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности были привлечены 11 человек. Здесь в целях пресечения нарушений требований правил пожарной безопасности проводятся подобного рода профилактические мероприятия с раздачей наглядной агитационной литературы на противопожарную тематику. Ну и в случае, если имеют факты, имеют место быть факты нарушения требований правил пожарной безопасности, то виновные лица привлекаются к административной ответственности. В текущем году в городском округе Любрицы уже было 89 пожаров, в которых погибли 6 человек и пострадали 5. Пожарный надзор предупреждает, что важно знать, помнить и понимать, что за каждой из этих цифр скрывается человеческая жизнь. И еще раз призывает всех граждан заблюдать правила пожарной безопасности. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Пляжи Подмосковья подготовят к купальному сезону до 1 июня. Кроме того, в регионе увеличат количество официальных мест отдыха. Такая задача была поставлена перед главами муниципальных образований Московской области. Также руководителям муниципалитетов поручено взять под контроль саму подготовку уже имеющихся пляжей и мест отдыха на воде. Так, на всех объектах должно быть обеспечено дежурство спасателей и медицинского персонала. Проведено обследование и расчистка дна от опасных предметов, выполнены работы по благоустройству. Особое внимание на водных объектах уделят безопасности детей, отдыхающих в летних лагерях на территории Подмосковья. Купание школьников должно проходить только в определенных для этого местах и под присмотром профессиональных спасателей. В этом году патрулирование водоемов будут проводить еще больше сотрудников МЧС и правоохранительных органов. Несанкционированные пляжи закроют для доступа людей, чтобы избежать несчастных случаев. В регионе ведется системная работа по увеличению количества оборудованных мест отдыха на воде. Так, в этом году планируется открыть новую зону для купания в Раменском и других районах. В ресурсном центре состоялось собрание с руководителями и представителями местных и областных национально-культурных автономий. На повестке обсуждения Кодекс этики национальных автономий Московской области, план мероприятий на 2017 год. Помимо этого, представители администрации представят проект на премию «Наша Подмосковья». Члены национальных и общественных организаций Московской области – одни из самых активных участников ежегодной премии губернатора «Наша Подмосковья». Поэтому заседание регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России началось именно с обсуждения новых правил участия. Кроме того, что в этом году заявки принимаются только в электронном виде на сайте «Наша Подмосковья.рф», существует еще ряд изменений. Если раньше у нас каждый мог подать заявку, и причем подать заявку не одну, а до десяти, поскольку было десять номинаций, в этом году все гораздо сложнее. В этом году действует правило – один человек участвует в премии только один раз. Заявки подаются от инициативных групп. Категории зависят от количества участников. Один человек может выступать или только в качестве заявителя, или участника в составе группы. Далее на заседании обсудили вопрос членства в региональном Московском областном отделении Ассамблеи народов России. «Наше региональное областное отделение открыто как часть Ассамблеи, и членами Ассамблеи могут быть региональные местные организации и частные физические лица. На данный момент у нас 13 заявлений, то есть 13 организаций, которые официально приняты». Структурным подразделением регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России является недавно открывшийся ресурсный центр. Он направлен на объединение всех национальных и общественных организаций. «Я думаю, что ресурсный центр будет открыт для любой автономии, независимо от членства, потому что задача ресурсного центра – помогать руководителям национально-культурных автономий». Еще один важный вопрос – создание кодекса этики членов регионального Московского областного отделения Ассамблеи народов России. Он основан на общих принципах взаимного уважения, доверия и благожелательного сотрудничества. «Уважать законы России, уважать русский язык и уважать устав Ассамблеи народов России, заботиться о повышении авторитета нашего регионального Московского областного отделения». В завершении участники встречи озвучили планы будущих мероприятий. Среди них Московский областной Сабанту, Международный фестиваль «Книга строит мосты», фестиваль национальной культуры корейцев и многие другие события и праздники, которые пройдут в разных национальных и общественных организациях. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Настоящей весенней выставкой порадует Люберчан краеведческий музей. В экспозиции представлено около 140 работ профессионалов и художников-любителей. На открытие побывала наша съемочная группа. Несмотря на то, что в разгаре весенний месяц май, погода нас, увы, не балует. А вот в краеведческом музее решили ускорить приближение настоящей весны. Здесь как раз открылась выставка «Майская палитра». Это неожиданный творческий микс из работ, выполненных в абсолютно разных жанрах и техниках. Батик, роспись маслом на холсте, компьютерная графика, бумагопластика, квилинг, керамическая скульптура, художественная фотография. Но все же большинство работ экспозиции пленерные. Художник непосредственно на природе пишет картины, художник вкладывает в них душу, и они такие более теплые, более приятные для зрителя. За теплую атмосферу и яркие краски отвечает Международный художественный фонд. На выставке можно встретить работы как профессионалов, так и новичков. Стать частью творческого коллектива могут практически все. Даже если работа не совсем грамотная, но чувствуется, что в этом художнике-любителе бьется сердце художника будущего, конечно, мы берем такие. Надежда Сазыкина – почетный участник выставки, скульптор, монументалист. Последние 20 лет ее излюбленная творческая тема – анимализация животных красной книги. На выставке она представила керамическую скульптуру Манула. Вначале я его изучала, очень долго рисовала в зоопарке. С натуры обязательно надо прочувствовать его характер. Я считаю, что у вековечки этого зверя их осталось единицы. Юрий Черепанов работает в жанре компьютерной графики более 40 лет. 80% его работ – черно-белый. Но для майской палитры художник раскрасил некоторые из них в яркие цвета. Я нарисовал за эти 6 картин. Они по композиции моих черно-белых карандашных картин. В них отражено все чувство любви к земле, к природе, к травкам, цветам, к космосу, природе, человеку, планетам, ко всему. И вот это свойство я пытался передать вдруг внезапно, в цвете. Увидеть майскую палитру своими глазами можно в Люберецком краеведческом музее с 10 утра до 6 вечера в любой день, кроме понедельника. Выставка продлится до 10 июня. Мария Лапочева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. И напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Дорогие друзья, подписывайтесь. Ну а я, Сергей Тарачанов, с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова